В эфире телекомпания Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одессе под угрозой еще одна зеленая зона. Деревья собираются вырубить под строительство очередной заправки. Судебная реформа в Украине должна стать реальностью. Представители ряда общественных организаций и отдельные активисты создали коалицию за независимый суд. Неизвестный импрессионизм. Выставка работ Виктора Жураковского из частных коллекций открылась в Всемирном клубе одесситов. Городская власть собирается уничтожить еще одну зеленую зону. Речь идет об уже утвержденном на Градсовете детальном плане территории в границах улиц Комарова и Варнинской. В районе бывшего завода Промсвязь, где вместо растущих сейчас деревьев появится очередная заправка. Одесса – зеленый город. Был. Когда-то. Потому что сейчас, при нынешней городской власти, наша Одесса весьма бурными темпами превращается в каменные джунгли. Под застройку самых разных объектов вырубается все больше деревьев. Дошел черед и до зеленой зоны на улице Комарова в районе бывшего завода Промсвязь. Вот, в частности, вот здесь, на месте, вот части этого автотюнинга, если так можно выразиться, и вот этой зеленой зоны хотят построить еще одну заправку, которая будет, это порядка 200 заправок в сутки, плюс еще будет газовая заправка, плюс еще будет, я так понимаю, обслуживающая зона, плюс еще будет мойка. То есть достаточно такой большой крупный комплекс. Еще одна заправка вырастет по соседству от другой и через дорогу от третьей, не говоря уже от четвертой, которая находится всего в квартале. Складывается впечатление, что выдавая разрешение на устройство подобных объектов, наша городская власть пытается перейти всемыслимые и немыслимые границы. Вспомнить хотя бы случай со строительством заправки в центре города. Историческая зона на улице Софиевской не помогло даже судебное разбирательство. На очередной сессии было принято решение заправки в историческом реале быть. И плевать нашим господам чиновникам и на мнение людей, и на мнение специалистов, и на здравый смысл вообще. Как, впрочем, и в данном случае, когда по-тихому и без обсуждения было принято решение о строительстве очередной заправки на улице Комарова. Причем для ее строительства будут вырублены с нескольких десятков здоровых и красивых деревьев. В результате будет уничтожена одна из немногих оставшихся в этом автомобильно-заправочном районе зеленых зон. Я профил, конечно. Почему? Ну как, почему? Хочется же город, чтобы, как говорится, не был застроен, а зелени было больше, больше кислорода, больше воздуха. Я понимаю, что Одесса – это город коммерции, но нельзя все сводить только к деньгам. К сожалению, радость приносит, к счастью, радость приносит не только материальные блага. Наша Одесса была зеленой, была красивой, французский бульвар весь испахабили, сердце кровью обливается, Аркадию у нас забрали. Болит, болит, очень болит. И я вам скажу, что это не часто, то есть не часто попадается. Вот вырубали, уничтожили и все, и ничего нету, дышать нечем. А еще заправка – это вообще для людей это очень тяжело. Это по отношению к здоровью. Еще что интересно, данная зеленая зона на самом деле некоторым образом своеобразная достопримечательность, поскольку когда-то промсвязь славилась тем, что это предприятие работало на ракетно-космическую промышленность. Сюда приезжал сам космонавт Комаров, который собственноручно посадил некоторые из этих деревьев. Да и сама улица получила его имя. И такая себе ирония судьбы, а скорее просто плевок в историю Одессы заключается в том, что данное решение об уничтожении деревьев ради строительства очередной заправки было принято 12 апреля, в день космонавтики. 12 апреля рассматривался этот вопрос. И учитывая, что там был еще один из скандальных вопросов, который касался так называемого очередного благоустройства пляжа Лонжерон, то второй вопрос, это вопрос детального плана территории, условно говоря, который имел с собой смысл здесь устройство этой заправки, прошел практически незамеченным. Почему? Потому что все силы, скажем так, и общественности были направлены в большей степени, конечно, на Лонжерон. Этот вопрос прошел практически спокойно. Такой очень интересный эффект. И что самое, опять же, грустное, что это все произошло 12 апреля. Знаете, как вот просто издевательство. Это все делалось очень тихо. Я знаю, что буквально на прошлый исполком этот вопрос должен был выноситься. Я подходил, разговаривал с профильным заместителем и говорил о том, что здесь нарушается однозначно зеленая зона. Действительно, о чем можно говорить, если в представленных документах зеленая зона уже не зеленого, а серого цвета. А значит, по документам здесь никаких деревьев нет. Кого обманывает наша городская власть? Катастрофическое состояние окружающей среды уже не секрет не только для одесситов, но и вообще для всех украинцев. Ведь это именно Одесса стала одним из самых загрязненных городов Украины. Но, кажется, даже эта пугающая статистика не останавливает наше мэрское руководство, которое в погоне за приятные для их кармана коммерции давно не интересуется тем, чем живут и даже дышат простые одесситы. После санитарной подрезки деревьев на углу Александровского проспекта и улицы Еврейской странным образом исчезли сразу три акации. На месте деревьев постелили тротуарную плитку и установили летнюю площадку кафе. Фотографии, выложенные в фейсбуке активисткой Натальей Романчишиной, сразу распространились по социальным сетям. На них можно увидеть, как в самом центре нашего города вырубаются деревья, а клумбы превращаются в места для отдыха, платного отдыха. Такая ситуация происходит по всему центру. Городская власть позволяет предпринимателям захватывать часть зеленой зоны и превращать их в свой предаток для заработка. Три цветущие акации без всякого на то основания были спилены и выкорчеваны, а на их месте появилось очередное кафе. Сама Наталья рассказывает, что еще в прошлом году обратила внимание, что абсолютно здоровые деревья зачем-то решили подрезать. В этот же момент подошла и узнала, пообщалась там. Мне сказали, что есть разрешение на подрезку. Чем закончилась подрезка, мы все прекрасно видим. От клумб не осталось и следа. Часть территории пешеходной зоны вообще огорожена. Получается, что коммунальные службы просто лгут одесситам. Иначе как можно объяснить ту ситуацию, что в городе исчезли без следа три 50-летних дерева? Сами одесситы негодуют от того, что в городе царит беззаконие. Хотелось бы, чтобы не срубывали деревья, потому что, ну как, кислород опять же, что машинами дышать, что ли? Площадок наставили, проходов нет, во-первых. А деревья, что, солнце? Вон, Преображенскую, или как там, вырубили. Солнца много, ни пройти, ни проехать. С детьми, с колясками, дети, матери гуляют. И что там? Солнцепек полнейший. А площадки, все относятся к городским властям. Все наплевательски относятся к этому. Так что, что вам сказать? Сами вы все это видите. И никто не может ничего сказать. Слово. А говорят, затыкают рты все. Честно говоря, конечно, все, что спиливается, это, конечно, ужасно. И по поводу парка тоже могу сказать, что в страшном состоянии. То есть мест, где гулять с детьми спокойно, безопасно, в чистоте гарантированно. Практически вот зеленый театр остался и больше ничего. Поэтому, конечно, все, что уничтожается, тем более, что это все этим деревьям, наверное, лет по 100, плюс-минус. Конечно, на это больно смотреть. Город уничтожается, просто уничтожается. Вот все то, что было веками, там, за 200 лет сделано, построено, посажено. Вот эти же все, посмотрите, эти деревья, это же все явно еще с тех времен. Это все уничтожается. Ничего то, что новое, мы уже его, собственно говоря, и не увидим. И дети наши, наверное, не увидят. А что увидят? Вот это. Бесконечный мусор повсюду. Ну, вот, собственно, нам и далеко ходить. Надо вот оглянитесь. Вот все, что мы видим, то, в чем мы живем на сегодняшний день. Ну, к сожалению, я не вижу выхода из этой ситуации. Просто больно, обидно и очень тяжело на это смотреть. Что касается работников заведения и администрации, давать свои комментарии на камеру нам категорически отказались. У нас тут три дерева, и они непосредственно были спилены, ну, как бы, арендаторами или львовами. Просто ли на плитках. Не снимайте, ребята. Была ДЭЗа. Я прошу, не снимайте. Потом будем разговаривать. И как нам пояснили, разрешение на площадку, естественно, имеется. Более того, благоустраивали владельцы ее самостоятельно. А деревья спиливали не они, а коммунальщики. А если нам необходимо посмотреть официальные документы, то необходимо подать официальный запрос. Активист Наталья Романчишина уже год как пытается выяснить причину и законность этой вырубки. И все безрезультатно. Спустя полгода я обнаружила, что деревьев там вообще нет. Вот те, которые подрезали. И там облагорожен тротуар. Все выложено плиткой, ни одной лунки не сохранилось. И на месте, где росли деревья, которые подрезали, подрезку которых я наблюдала, уже парковка. И начиная с осени прошлого года я веду переписку. Я обращалась на сайт единый сайт обращения граждан. Я получила кучу ответов, что да, обращался ЖКС Портофранковский о подрезке, чтобы получить разрешение. Мне прислали документы из департамента экологии, что деревья с носом не подлежали, не являлись аварийными, а всего лишь должна была произведена быть подрезка. Но деревья вот так вот пропали. И теперь я и обращалась из департамента муниципальной безопасности. Мне оттуда списки прислали, переадресовали на департамент экологии. И вот это вот все длится уже год. Местный ЖКС не выполнял работы по сносу деревьев на тротуаре по адресу Еврейская 49. Точно так же, как и Горзелин Трест отписался, заявка на снос деревьев по указанному адресу не поступала, и снос деревьев предприятиям не выполнялся. Вот только представьте себе, три огромные акации спиливаются в саунд-центре Одессы. Выкорчевываются корни, и на месте лунок укладывается плитка, а на ней останавливается летняя площадка кафе. И законность всего происходящего явно вызывает сомнения. И незаметно это пройти не могло, но факт остается фактом. Рубим деревья и творим, что хотим, объяснений не даем, и в один голос кричим, что все законно. И эта схема очень нравится нынешней мэрии. Не потому ли за два года центр города превратился в сплошной увеселительно-развлекательный базар? А сколько деревьев они уничтожили по-тихому, без шума, даже представить страшно. Денис Шацила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг. Более 38 миллионов гривен с городского бюджета будет потрачено на ремонт и обновление дорожного покрытия в Киевском, Малиновском и Суворовском районах, сообщает Украинская служба информации. Работы будет проводить хорошо известная всем ООО «Росдорстрой», которое многие СМИ связывают с нынешним одесским городским головой Геннадием Трухановым и его ближайшим окружением. И снова тендер на ремонт дорожного покрытия, линий связи и электропередач. Причем сразу в трех районах города – Киевском, Малиновском и Суворовском. По информации электронного сайта государственных закупок «Прозора», о своем участии уже привычным образом заявили две компании «Росдорстрой» и «Тирос». По результатам аукциона и торгов выиграла тендер ООО «Росдорстрой». Примечательным фактом стало то, что изначально в каждом из трех хлотов фирма «Тирос» указала меньшие суммы, но после назначения торгов и аукциона почему-то отказалась снижать цену, в то время как «Росдорстрой» старательно корректировал свои цифры, что и позволило ему выиграть все три тендера. Вообще фирма «Тирос» неоднократно участвовала в тендерах, но никогда не выигрывала. Она составляла конкуренцию исключительно в заявленном предложении, и не более того. Отметим также, что 27 июня «Росдорстрой» получила госзаказ на текущий ремонт автодороги государственного значения H11 Днепр-Николаев за 162 млн 280 тыс. грн. Такую информацию передает издание УСИ. Компанию связывают с близким окружением мэра Одессы Геннадием Трухановым, и поэтому никого не удивляет тот факт, что она намного чаще других выигрывает тендеры. Причем сами тендеры проходят довольно сомнительным образом. Так, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины подозревают, что фирма замешана в коррупционных правонарушениях и ведут по этому поводу расследование. Также в Киевском Печерском районном суде рассматривается дело о хищении 185 млн грн. Одним из фигурантов которого является компания «Росдорстрой». В едином реестре досудебных решений написано, З метою переведення вказаних коштів у готівку та їх подальшого привласнення в интересах службових осіб «Киевавтодор» та «Киевшляхбуд» Товариство «Росдорстрой» перераховувало кошти на рахунки господаря з ознаками эффективности за нібито отримані товари, роботи чи послуги, які фактично не поставлялись та не виконувались. А саме, Товариство «Ребекс» отримано 64 млн грн. Товариство «Скай-Сіті-Буд» отримано 9,3 млн грн. Товариство «Маршал-Консалтинг» отримано 32 млн грн. Товариство «НСК-Медіа» отримано 72 млн грн. В ході досудового розслідування встановлено, що всі перелічені підприємства за місцями реєстрації не значаться, директори та засновники знаходяться в інших регіонах країни чи на тимчасовом окупованій території. На підприємствах інші працівники відсутні, жодних виробничних потужностей вони не мають тощо. Крім цього, наявні дані вказують на те, що управління рахунками вказаних об'єктів господарядування здійснюється одними тими ж особами, що свідчить про фіктивність проведених оборудок. Кінцевою метою, як іх є мені м'язати податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів. Хочеться напомнить, що именно Росдорстрой займався ремонтом моста Кацебу, а також реставрацією ул. Преображенської от ул. Жуковського до ул. Софівської. В обоих случаях результаты, мягко говоря, неудовлетворительні. І тем не мене, в очередной раз городські деньги, а именно сумма порядка 38 млн грн, буде передана ООО «Росдорстрой» на ремонт дорог в трьох районах города. Денис Шацилло, Телеканал Круг. Реализовать судебную реформу, как одно из достижений Майдана, требуют представители ряда общественных организаций Одессы и отдельные активисты. Для очищения системы правосудия от коррупции и дискредитировавших себя служителей Фемиды образована коалиция «За независимый суд». Заявление о создании коалиции «За независимый суд» подписали представители Центра правового мониторинга общественных объединений «За прозорую владу», «Відкрите суспільство Украины», «Закон», «Содружество», «Зелёный лист», ряд общественных активистов. Президенту от 20 мая 2015 года, утвердившего стратегию реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных государственных институтов. Мы на примере судов Одессы видим, что реформы пока не дали ощутимых результатов. Более того, недоверие к судебной системе остаётся таким же тотальным, как и было и два года назад, и раньше. Общественники приводили множество фактов нарушения законов судьями, начиная от вождения автомобиля в пьяном виде до крупного взаточничества и сотрудничества с организованными преступными группировками. Как правило, такие судьи остаются безнаказанными. Коалиция за независимый суд предлагает использовать правовые методы общественного контроля. Это прежде всего судебный мониторинг судебных процессов, а также сбор, проверка и анализ информации, касающиеся судей и кандидатов на посаду судей, информирование высшей рады правосудия, высшей квалификационной комиссии судей, громадской радости доброчестности, правоохоронных органов, суспельства, касающихся органов, фактов противозаконной, недоброчестной или неэтического поведения судей. Как считают правозащитники, нормальной работе судов мешают выступления так называемых патриотических организаций, а фактически групп хулиганов, которые запугивают и шантажируют судей. Таким образом, одна из второго процесса добивается нужного решения, независимо от наличия правовых оснований. За последние три года подобная практика стала неписанной нормой. Активисты в лапках, которые думают, что сейчас делать какие-то хулиганские действия, проявы до судов в зале судовых заседаний – это норма. Любовь в своей стране, я хочу сказать, это совершенно необязательно пикеты под судами, мордобой по поводу каких-то решений, обливания зеленками и живи же с ним. Иногда любовь в своей стране проявляется не столько через вот такие вот, ну, пиаровские, может быть, моменты, сколько через кропотливую работу с документами, чем успешно отличаются и мои коллеги, которые находятся здесь, за этим столом. Инициаторы создания коалиции за независимый суд предлагают присоединиться к ней всем общественным организациям и активным гражданам. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Импрессионизм как художественное явление, философия чаще всего и вполне закономерно связывается с французской культурой. Но родившиеся во Франции стиль восприняли и развили мастера многих стран со своими художественными традициями. Выставка работ Виктора Жураковского из частных коллекций открылась во Всемирном клубе одесситов. Творчество Виктора Жураковского – классика отечественного импрессионизма 20 века. Знатоки живописи определяют его как импрессионистическое направление южно-русской школы. Предыдущая выставка мастера проходила в Одессе 10 лет назад. Тогда выставлялись работы позднего периода – 90-х годов прошлого века. То, что экспонируется сегодня, видели в основном искусствоведы и коллекционеры. Вот эти работы – самая ранняя работа здесь 57-го года и самая поздняя – 77-го. Этот автор великолепно продавался во Франции. Французы очень любили Жураковского, поэтому очень много работ Жураковского сегодня не находится в стране, потому что они были проданы во Франции. Виктор Жураковский окончил Одесское художественное училище. Его работы можно увидеть в нашем художественном музее. А большая их часть разошлась по частным коллекциям Украины, России, Германии, Франции, Соединенных Штатов, Канады и Японии. Вообще импрессионизм давно живет в нашей стране. И у нас есть замечательные импрессионисты. И вот в Одесский импрессионисты – это и Гавдинский, и Жураковский, и Ломыкин, и Малышев, да, то есть Литвиненко. То есть здесь есть прекрасные импрессионисты. А сегодня работает в этой манере Петр Нагуляк, замечательный автор. Одесский импрессионизм накопил большое и разнообразное творческое наследие, которого хватит на отдельную галерею или постоянно действующую и обновляемую экспозицию. Вопрос лишь в том, кто поможет ее открыть. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУГ. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании КРУГ всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5 июля в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 26-28 градусов тепла. Температура морской воды 20 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова